Ребята, всем привет! Вы, как обычно, на канале Евгений Радист. Сегодня будет, ну, просто крайне необычное видео. Мы находимся в зоне действия 5G МТС в Москве. У нас здесь интернет безлимитный, без ограничения скорости, без ограничения трафика. Очень интересно, ну, мы находим, кстати, технопарк. Может быть, там в окошко видно, это территория технопарка. 5G зон в Москве уже не так мало, да, хотел сказать много. А какие скорости, не знаю. Вот мне было интересно, МТС предлагает полностью безлимитный интернет по трафику и по скорости на любом своем тарифе в этих зонах. Вот я приехал, у меня есть в руках телефон Huawei P40 Pro, который поддерживает этот диапазон, здесь, по-моему, N79. Давайте попробуем. Кто не подписался, подписывайтесь, будет интересно. Я думаю, что в каком-то следующем видео мы постараемся найти эту 5G базовую станцию и посмотреть ее поближе. Вперед! Поехали! Итак, ребят, вот смотрите, у нас 5G-сеть. 5G-сеть резко сейчас попробую навести, да, все нормально. Интересно, как она называется. Видите, 4G+, и внизу еще написано уровень сигнала, вернее, не уровень сигнала, а вот это, наверное, 5G-сеть. Я, честно говоря, не очень понимаю. NR-92 dBm, да? Вот. Ну, давайте попробуем сейчас, замерим скорость, какая у нас здесь скорость на спид-тесте. Реально же интересно. Так, 1000 мегабит я выставил на рейтине. Давайте для начала попробуем. Посмотрим, что будет на рейтине. Что у нас тут московский 5G-пом покажет? 350, 380, ну, почти 400 мегабит в секунду. Ну, кстати, очень прилично. Хотелось бы, конечно, гигабит все-таки увидеть. Ну, и это, друзья, очень интересно. Напомню, это у нас Huawei P40 Pro. Значит, он поддерживает, естественно, и 5G-диапазон N79. Это 4,4,4,9 ГГц. Вот обратный канал 55 мегабит в секунду в 5G. Джиттер единичка. Кстати, пинг 97 довольно высокий. Вот такая суть. Вот такая суть. Давайте сейчас еще раз, сейчас попробую перезамерить. Так, нажимаем еще раз. Посмотрим, что он нам выдаст. 200, 300. Почти 400. 400 выжмет, нет? 400 не дожимает, а? Ну, как бы все равно клево. Как бы все равно, конечно, клево. И я вот здесь поездил по району Технопарка, да? Ну, вы знаете, довольно большая зона. Вот. То есть 5G здесь работает довольно плотненько. В Москве, еще раз говорю, этих зон очень много. Сейчас я вам покажу, где я нахожусь. Вот это место. Метро Технопарк. Современный район, недалеко от Коломенской. Но что касается зоны покрытия, вот все-таки, конечно, нельзя сравнивать с сетями 4G. Так, ребят, смотрите. Знаешь, я сменил сервер. Там у нас был какой? Ретина была, да. А сейчас я поставил МТС. Посмотрим, какие будут скорости в 5G на МТС-овском сервере. Давайте глянем, какая вообще будет разница, не будет. Загрузка. Ну, плюс-минус те же 400. Да, побольше все-таки немножко он дает. 420 Мбит в секунду. Так, а вот мне интересно выгрузка. Пока те же 50. Даже, вам, просадка какая большая. Ну, плюс-минус одно и то же. То есть обратный канал, конечно, я не вижу тут таких аховых цифр. Вот. В одном замере у меня тут что-то вылетело больше 100. Но примерно вот так. Вот такие показатели, ребята. И еще, ребята, я включил измеритель уровня электромагнитного излучения. Я нахожусь прямо рядом с базовой станцией. Сейчас я вам тоже покажу. И давайте как... Вот базовая станция с телефоном вот так влияет. То есть в 10 микроватт мы вписываемся. А если мы телефон в 5G попытаемся подгрузить... Давайте посмотрим. Я не знаю, правда, что там изменится, не изменится. Не, ничего не меняет. Ничего не меняет. Но я так скажу, что этот телефон... Вернее, этот измеритель не работает на частотах 5G. У него максимум, если не память не изменяет, 3,5 ГГц. Это потолок. Надо другой прибор, который до 8. До 8. Ну, а мы находимся... Вот смотрите, сейчас прямо я с прибором выхожу. Пока там замер идет, все понятно. Какие скорости уже, да? Вот смотрите. Вот я вышел. Полтора микроватта, да? Оговорился. Полтора микроватта на сантиметр квадратный. А вот базовая станция. Но это не 5G-вышка, ребята. 5G-антенн здесь нет. Это сразу видно. Это у нас 4G-базовая станция. Вот такие результаты. Так, ребят, надо еще спросить, что выдает у нас 4G-интернет в этом же месте. Да, вот мы здесь же находимся. Та же локация. Вот я сейчас включил Yota. Yota выдает 15 на 10. Ну, давайте прям я в онлайне, что ли, перемерю еще для вас. На рейтине сейчас делаем замер. Вот. Ну, то есть 4G у нас здесь как-то не очень все замечательно, да? 25 мегабит. Ну, вот 30 сейчас побольше пошло. 35. Не, ну, немножко поживее, конечно. Хотя это телефон. У меня есть места в Москве, где он выдает 270 мегабит в секунду. В 4G, подчеркиваю. А здесь вот так. Вот. И сейчас переключу еще на МТС 4G. Поскольку мы делали же МТС 5G проверку, да? Вот сейчас включим МТС 4G. Посмотрим, чего выдает МТС 4G в этом же месте, на этой же локации. Ну, сейчас у нас 5G включено, да? Находимся мы здесь же. Вот так. Теперь давайте, смотрите, предпочтительный режим. Сейчас мы ставим только 4G. Все, уже у нас перепрыгнул он 4G. И давайте посмотрим, чего у нас МТС здесь выдает. Ну, пусть будет на ретине. Пусть будет ретина. Какая у нас здесь скорость в 4G? Ну, как бы вообще. Не очень. Мягко выражаясь, да? А 5G здесь выдает 400. Ну, вот. Ну, еще раз смотрите, чтобы было понятно. Вот у нас 4G сейчас включено. Только МТСовская симка работает. Вот. Вот такая картинка. Ее-то чуть больше здесь выдает. Она же Мегафон. Ну, и все, друзья. Эксперимент заканчиваем. Все понятно. 400 Мбит МТС выдает. Я думаю, что он может выдавать и больше. Гигабита я не увидел. Хотя было бы интересно. Значит, зона покрытия довольно-таки приличная. Но при этом каждая базовая станция работает недалеко. То есть надо понимать, что вот если я отсюда уеду в Коломенское, а это измеряется буквально метромост, несколько сотен метров, да? И все, там уже 5G нету. Это к слову о том, что 5G это локальные сети. Базовая станция работает, там, может быть, на сотню, там, может быть, на две сотни метров. Я точно не могу сказать, не знаю. Надо будет запросить у ребят на параллельной группе комментарии по этому поводу. Постараюсь телеграм-канал выложить. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Подписывайтесь на нашу телеграм-группу. Там у нас обсуждения, включая монтажники, обсуждают. Очень интересно. Ну и ставим лайк. Не забываем, ребят, продвинуть это видео. Пока-пока. С вами, как всегда, Евгений Радист.